Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! И сегодня мы готовим очень нежные, пышные булочки с капустой и курицей. Выпечка просто класс! Всем рекомендую приготовить! Сначала я приготовлю начинку для булочек. У меня она будет сытная, не просто капуста, а капуста с куриным филе. Для начинки мне нужны будут следующие продукты. 400 граммов нашинкованной капусты, соль, перец добавляем по вкусу, 1 столовая ложка томатной пасты, 100 миллилитров воды и 300 граммов куриного филе, нарезанного мелким кубиком. Теперь на раскаленной сковороде с растительным маслом выкладываем куриное филе и обжариваем. Нарезала его мелким кубиком. Теперь к куриному филе мы добавляем нашинкованную капусту. И будем обжаривать все вместе. Теперь к капусте мы добавляем соль и перец по вкусу. Обязательно. Также мы добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Сейчас все хорошенько перемешаем. Добавляем 100 миллилитров воды. И нужно теперь протушить это все дело. Начинка готова. Теперь ее остужаем. А сами займемся приготовлением дрожжевого теста. Теперь готовим дрожжевое тесто на кефире. Для него нам нужны будут следующие продукты. 250 миллилитров теплого кефира. 30 граммов свежих дрожжей. Или 10 граммов сухих. 2 желтка. Или 1 яйцо. 1 чайная ложка соли с горкой. 1 столовая ложка сахара. 50 миллилитров растительного масла. И 450 граммов муки. Сначала приготовим опару. В миску, где у нас теплый кефир. Выкладываем сахар. Свежие дрожжи. И муку. 3 столовые ложки от общего количества. Опару оставляем на 15 минут. До увеличения в объеме. Тем самым мы проверим качество наших дрожжей. Кефир можно заменить молоком. Можно заменить водой. Тут уже смотрите сами, что у вас есть в холодильнике. Но вообще я всегда рекомендую строго следовать рецепту. Продолжаем замешивать тесто. Добавляем соль. Добавляем 2 желточка. Хорошенько все перемешиваем. И частями начинаем добавлять муку в тесто. В муку все сразу не добавляем. Потому что у каждого разная мука. У кого-то может на 20 граммов больше уйти. Или на 20 граммов меньше уйти. Поэтому без суеты. Постепенно добавляем муку в тесто. Вымешиваем лопаточкой. И потом уже руками. Потом я добавляю растительное масло. Немножко оставила в конце. И вот так вмешиваем растительное масло в тесто. Потом еще добавим муки. Очень-очень вкусное тесто на кефире. Мне нравится. Вот именно на кефире и растительном масле. Оно нежное, воздушное. Хорошенько вмешиваем. Еще добавлю. И все. Вмешиваем всю муку. А в конце добавляем немножко растительного масла, что мы оставили. И оставляем наше тесто на 1 час. Или накрываем сверху пленочкой, или полотенцем. И все. Тесто очень нежное, послушное и не прилипает к рукам. Смотрите. Отличное просто. Тесто увеличилось в объеме. Перекладываем на стол. Посыпала стол остатками муки. Тесто прекрасное в работе. Скажу вам сразу. С ним работать одно удовольствие. Немножко вот так вымешиваем. И теперь начинаем разделять. Сначала на две части. Теперь каждую половинку пополам. И в зависимости от того, какие вы хотите булочки, какого размера. Поменьше, побольше. Я буду делать продолговатые. Поэтому разделяю еще каждый кусочек пополам. И у меня получится сколько булочек? 8 булочек. Так, значит, теперь каждый кусочек теста мы вот так вот приводим в порядок. Формируем круглую лепешечку. Круглый шарик. Вот так вот. И будем делать вкуснейшие булочки. За счет того, что я в начинку добавила куриное филе, булочки будут сытными. Можно идеально брать их с собой на перекус. Можно давать мужу на работу. Отличная выпечка. Видите, быстренько работаем. Теперь формируем булочки. Значит, смотрите. Берем кусочек теста и начинаем раскатывать его вот такой прямоугольник. По-длиннее. Очень мне нравятся эти булочки. Вы знаете, я их называю булочки-палочки. Ну, не такие прям тонкие, как палочки. Но все равно. Удобно кушать. Мне нравится эта форма. Надеюсь, и вам понравится. Выкладываем начинку. Начинка остывшая. Ни в коем случае не тепленькая. Начинка комнатной температуры. У меня вообще она полностью остыла. Вот. Выкладываем. Начинки кладем побольше. Теперь берем и защипываем края. Все достаточно просто. Защипываем. Вот. Отлично. Теперь берем вот так немножко. Придавили. Подровняли. И вот такую полосочку. Кладем на противень. После расстойки, которая по времени у нас заняла 20 минут. Смотрите, как увеличились наши булочки в объеме. Смешиваем желток с одной столовой ложкой молока. И смазываем верх булочек. Хорошо. Со всех сторон. Духовочка у меня уже разогрета. По желанию булочки можно присыпать семенами кунжута. Что я и сделаю. И будем ставить наши заготовки в разогретую духовку на 180 градусов. На средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Можно посыпать черным кунжутом. Можно посыпать белым. Можно посыпать маком. Тут уже дело вкуса. Можно вовсе ничем не посыпать. Булочки еще горячие. Выпекались в духовке 20 минут. Вы посмотрите, какие они мягкие и воздушные. Выпечка просто превосходная. Желаю всем удачного приготовления. Ну что, разломаем булочку. И посмотрим, какая она внутри. Мягкая и нежная. Значит, смотрите. Еще тепленькие, даже горячие. Сейчас разломаю и покажу вам. Вот. Смотрите, много начинки. Тесто мягкое и нежное, как пух. Начинка очень вкусная и сытная. Рекомендую. Приготовьте. Это просто объедение. Ну что, продегустируем булочки. Я вот разломала булку. Скажу вам, что тесто вот просто нежнейшее. Мягкое-мягкое. Просто объедение. Люблю дрожжевое тесто на кефире. Оно вот вам не передать словами, какое вкусное. С вами была Ира. И канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И делитесь моими видео с друзьями. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok